Майк Ли присоединяется к нам из Вашингтона. Скорое голосование по Украине. И вы знаете, Майк Ли просто любит Владимира Путина, и поэтому он против законопроекта по Украине. Здравствуйте, Майк Ли. Естественно. Да. Я не знаю, как сказать по-русски «добрый день, сэр», но я работаю над этим. Я уверен, что Владимир мне подскажет. Верно. 95 миллиардов. Понадобится 41 сенатор, чтобы остановить это. В Сенате 49 республиканцев. А в Сенате 49 республиканцев. Но вы видели, что произошло в Палате представителей. У них были украинские флаги. Это отвратительно, Майк. Да. Почитание иностранного флага на американской земле в законодательном органе власти Соединенных Штатов кажется мне странным. Но не таким странным, как тот факт, что мы раздаем 95 миллиардов долларов. В то время, как у нас их нет. Это деньги взаймы, то есть мы собираемся их напечатать. А это означает, что они будут способствовать еще большему росту инфляции, из-за которой американцам уже приходится платить дополнительную тысячу долларов каждый месяц, только для того, чтобы у них на столе была еда и крыша над головой. Это оскорбление американского народа. Когда вы спрашиваете, американский народ хочет ли он этого, он отвечает нет. Я имею в виду, независимо от того, что вы думаете о происходящем на Украине. И мне очень не нравится Владимир Путин. Я бы хотел, чтобы Украина выиграла эту битву, но вы знаете, мы уже потратили более 113 миллиардов долларов на эту войну. Почему мы посылаем еще 61 миллиард на эти усилия? Когда Европа бездействует, мы выделили больше, чем любая другая страна на Земле, чем все страны мира вместе взяты. Это происходит на заднем дворе наших европейских союзников. И, кстати, десятилетиями мы обеспечивали их потребности в безопасности с помощью НАТО. Это скорее их проблема, чем наша. Мы больше не должны давать ни копейки, особенно когда наша собственная граница не защищена. Когда у нас долг в 34,5 триллиона долларов. И при этом Европа не заплатила сумму не просто равную, но большую по сравнению с тем, что вложили мы. Это позор. Я слышал, как кто-то в палате представителей сказал, что их граница — это наша граница. Нет, это не так. Наша граница — это наша граница. Их граница — это их граница. Мы не получаем денег, чтобы защитить себя. У нас реально существующая опасность на нашей собственной границе. А все, что я читаю, я даже не знаю, о чем идет речь моя, кроме отмывания денег. Отправки денег туда, и все это идет олигархам. Мы финансируем это дело. Мы посылаем сигнал, что хотим войны. Мы говорим о привлечении Украины, включении ее в НАТО, о включении других государств в НАТО. Это своего рода красная линия для Владимира Путина. И я прочитал сегодня, кажется, Польша заявила о том, что готова к размещению у себя ядерных ракет. Что, по вашему мнению, сделает Владимир Путин? Именно то, что сделали бы мы, если бы они разместили ракеты в Акапулько. Хорошо. Во-первых, Гленн, вы ошибаетесь насчет границы. Мы все знаем, что Киев всего в нескольких милях от Лоретта. Так что вы ошибаетесь. Но, послушайте, идея добавить Украину в НАТО сама по себе равноценна идее объявления войны. То есть США объявляют войну России. Потому что, конечно, Украина воюет с Россией. И если бы мы приняли Украину в НАТО, пятая статья обязывала бы нас воевать с Россией. Так что давайте скажем прямо. Речь идет об объявлении войны противнику, обладающему ядерным оружием. Слушайте, я знаю, что Россия в экономическом и военном отношении уступает Соединенным Штатам. Тем не менее, их ядерный арсенал, их ядерный арсенал огромен. Отчасти, потому что они десятилетиями обманывали нас, как сумасшедшие, что касается договоров о ядерном оружии. И, следовательно, здесь нам нужно действовать осторожно. И ничто не противоречит осторожности больше, чем объявление войны противнику, обладающему ядерным оружием. Это безумие. Безумие, если мы не изменим ситуацию после выборов в Палату представителей, Сенат и Белый дом. Если мы не изменим ситуацию, нам конец. Абсолютно точно. Эти действия сумасшедших, которые, если говорить мягко, представляют собой просто ужасную ошибку, что бы они ни делали. Но я просто не знаю, как это объяснить. А потом, республиканцы, что случилось с Джонсоном, со спикером Джонсоном? Я всегда слышал, что он хороший парень, ревностный, действительно понимает Конституцию, и он просто, как бы, стал одним из них. Ну, он Черчилль? СНН буквально назвал его Уинстоном Черчиллем. У него был момент Уинстона Черчилля. Это... Подождите, подождите. Позвольте мне прочитать вам заголовок СНН. Передавая помощь Украине, Джонсон неожиданно стал Черчиллем. Да. Насколько я помню, Гленн, Уинстон Черчилль защищал и оберегал свою страну, когда она подвергалась нападению и угрозе вторжения. Он не... не отправлял британскую казну на другой континент и не называл это пограничной безопасностью для своей страны. Это абсолютное безумие, но это часть страны-фантазий, в которой мы живем. Многим из этих людей не дает покоя слава Черчилля, и они думают, что это лучший способ им стать, печатая деньги, которых у нас нет, и выезжая на горбу трудолюбивых американцев, которые становятся все беднее и уязвимее каждый раз, когда мы делаем подобную чушь. Хорошо. Мы хотим, чтобы вы сегодня позвонили вашим сенаторам. Позвонили вашим сенаторам. Всем 49-ти сенаторам-республиканцам и почтительно. Красиво, любезно сказали им, не тратьте эти деньги на Украину. И я скажу вам, я разговаривал со многими людьми. На Капиталистском холме все больше и больше хороших людей. Их по-прежнему меньшинство, но по-настоящему хороших, надежных людей становится больше, и я каждый раз их слышу. Когда аудитория звонит, это имеет значение. Поэтому позвоните и скажите им, нет, больше не тратьте деньги на Украину. Нет. Потратьте их на нашу границу. Защищайте нас. Что вы делаете? Прекратите. Еще одна вещь, о которой я хочу поговорить с тобой, Майк. Я не понимаю. Президент только что выделил, кажется, 7 миллиардов долларов за последние пару дней на погашение студенческого долга. Я думаю, 30% этих денег пойдут людям, которые зарабатывают более 300 тысяч долларов в год. Какого черта? Как? Как? Когда кто-то говорит нет, Верховному суду, и все равно делает по-своему и заявляет, я знаю, что у меня нет таких полномочий. И Верховный суд сказал мне, что у меня их нет. Но я не остановлюсь. Что нужно сделать, чтобы президент, возомнивший себя королем, не тратил наши деньги и не раздавал их людям, которые этого не заслуживают? Они взяли кредит, а не я. Да. Итак, во-первых, я думаю, что самый очевидный ответ не избирать на пост президента того, кто явно не подходит для этой должности. Есть также более глубокий вопрос, который нам всем необходимо оценить. А именно, основные законодательные полномочия десятилетиями переходили к исполнительной власти, что в определенной степени расширило возможности для такого рода действий. Всякий раз, когда мы принимаем расплывчатые формулировки, которые дают определенную степень свободы действий президенту и бюрократам, работающим под его руководством в исполнительной власти, мы передаем заряженное оружие людям, которые, как мы вынуждены предположить, будут время от времени вести себя как дебилы. И теперь мы должны повернуть эту тенденцию вспять. И да, его действия незаконны. Он попытался сделать это через другую юридическую теорию некоторое время назад, и она была отклонена Верховным судом. Но как только это случилось, печальная правда о законах в нашей стране такова, что он без тени колебания просто заявил, ладно, я найду другой юридический механизм, с помощью которого смогу это сделать. Я думаю, в прошлый раз у него не было полномочия сделать это. Я не думаю, что у него есть полномочия в этот раз. Но нам необходимо прояснить наши законы, чтобы избавиться от любого невнятного делегирования власти президенту, потому что ему нельзя доверять. Вот почему у нас не должно быть поблажек. Вот почему президенту не следует предоставлять большую свободу действий. С обеих сторон. Сенатор, разве это неправда? Я имею в виду, когда у вас такая ситуация со студенческим кредитом, и когда он игнорирует Верховный суд и просто пытается протолкнуть все это. Он сделал это и с мораторием на выселение. Разве это не примеры того, о чем говорили основатели, когда выдвигали идею импичмента? Я понимаю прагматическую ограниченность чего-то подобного с политической точки зрения, но разве это не должно быть включено в расследование по импичменту? Да, без вопросов. И вы правы, за исключением... Помните новое определение импичмента, данное на прошлой неделе? По сути, импичмент невозможен. То есть вы можете лгать Конгрессу сознательно, намеренно, под присягой, и в соответствии с новым сенатским прецедентом, установленным демократами в Сенате на прошлой неделе, вы не подлежите импичменту. По аналогии, если законодательная власть повелевает вам сделать А, а не Б, и вы делаете Б вместо А, вы также не подлежите импичменту, поэтому возникает вопрос, что сейчас подлежит импичменту. Я не знаю, по мнению демократов в Сенате ничего. Так что это действительно беспокоит, и это еще одна причина сосредоточиться на том, кого мы выбираем президентом. Я надеюсь, что этой осенью мы выберем президентом Дональда Трампа. И я надеюсь, что мы выберем новую группу законодателей, не просто республиканцев, но республиканцев, которые понимают, насущную потребность ограничить наше федеральное правительство, восстановить вертикальную защиту федерализма и горизонтальную защиту разделения власти. Нет другого способа спасти нашу республику. И все же республиканцы уделяют этому слишком мало внимания, потому что они чертовски заняты, тратя деньги на чужие войны, деньги, которых у нас нет. Майк, 30 секунд. Как вы прокомментируете дела Трампа, которые сейчас слушаются в Нью-Йорке? Это всего лишь печальное проявление использования законов нашей правовой системы в качестве оружия. Все согласны, что этого бы не происходило, если бы он не был лидером президентской гонки от республиканской партии. Они бы никогда этого не сделали. И говоря о вещах, которые должны идти по-другому на выборах, я бы хотел надеяться, что люди в Нью-Йорке увидят затруднительное положение Эмпайр Стейт, и что это не очень хороший знак. Если у вас есть бизнес в Нью-Йорке, мне интересно, как долго вы сможете с этим справляться, зная, что, конечно, сегодня мишенью является Дональд Трамп, но кто будет следующим? Да, и они могут взять проступок и превратить его в преступление. Проступок, срок давности которого истек, и так или иначе превратить это в преступление и привлечь вас к суду. Никто не в безопасности. Никто. Огромное спасибо, Майк. Редактор субтитров А.Семкин